Слава и желаю. Вот мне сейчас письма шлют уже. То комментарии были, ладно, закрыл. То есть, может, ребята и хорошие все, но... малограмотные. Хотя они мне считают, что я малограмотный. Но не знают простой арифметики. Элементарно не знают. Давайте сейчас чуть-чуть покажу. Многие-то не понимают. Так. И потом, поэтому у нас и происходят все время споры, потому что они верхушек нахватаются, а суть-то не знают. Вот, допустим, за тот же ватт. Вот ватт. Обозначается вот так, ватт. Муковая. Равно. Ампер... Сейчас, не так ампер. Так. Ампер помножен на вольт. Правильно? Правильно. Допустим, 10 ампер помножим на 5 вольт. Получается 50 ватт примерно. Ну, там еще всякие есть. Косинусы. Ну, это... Роля никого не играет. Примерно 50. Так? И вот тут вот ошибка. 50 они считают. А ведь ватты-то мы считаем в час. Вот что суть-то в чем. В этом-то и ошибка, и не понимают, о чем я делаю. Откуда КПД? Ничего никто не понимает. Нет, кто-то понимает, грамотный человек. Таких мало. А в основном не понимает. Вот, смотрите. 50 ватт в час. В час. Это что значит? В час 50. А... А сколько в секунду? В час. А в секунду? В одну секунду. Сколько это будет? В часе 3600 секунд. Правильно? Правильно. 50 ватт. Разделим на 3600. 0,13. А в десятую долю секунды, как я считаю. Еще разделим на 10. 0,13 тысячных. Вот в чем дело-то. От этого и идет выигрыш в КПД. Во времени... А не в ватах. Во времени выигрыш идет. Вот это никак не поймут. Выигрыш идет во времени. Если у меня, допустим, 0,1 секунды, ток идет. Ток идет. Я, допустим, потребил 100 ватт. 100 ватт. А потом выключил, а у меня по инерции идет. 0,5 секунды. Понимаете? Даже по 50 ватт у меня идет. По 50 ватт. За эти 0,5. У меня получается 250 ватт. В час. В час, но не... А в десятую секунду сколько будет? 100 ватт разделим на 36 тысяч. Вот так вот. Видите? 0,027-100 тысячных аж. А тут 50 ватт. Видите? 50 ватт. Разделим на 36 тысяч. Вот сколько будет. Но у нас-то 5 десятых. Значит, еще помножим на 5. Вот и КПД. Видите, откуда берется? От времени. Просто по времени будет длиннее работать. Система. Немного длиннее. Немного на сколько поставить. А выход будет больше. Но по времени дольше чуть. Вот в общем дело. А это не понимают. Это одно. Второе просчет. Так. С этим разобрались. Так. Второе просчет. Это убираем. Вот тут вот тоже путают. Допустим. Сколько будет 2 плюс 2. Сколько получится? 99,9 скажет получится 4. 4. А я скажу нет. Получится 0. И я буду прав. Почему? Да потому что счет должен быть предметный. А тут не указано чего 2. А вот если так 2 яблока плюс 2 яблока равняется 4 яблока. Вот тут вот все правильно. Дальше. А если 2 яблока яблока плюс 2 мандарина мандарина что получится? Опять скажут 4. 99 процентов. А на деле то нет. Так и получится. 2 яблока и 2 мандарина. Нельзя считать просто числа и нельзя считать разные предметы. Складывать. Суммировать. Вот тут путают. И вот так вот дурят на долларе. Что такое доллар? Это символ. Вот я тут показывал уже не раз. Еще покажу. Вот смотрите. Доллар. Что такое доллар? Ставят вон это курс. Денежная единица. Видите написано? Денежная единица. Берем дальше. А что такое денежная единица? Денежная единица. Вставляем. Денежная единица. Устаревшая монетная единица. Треться к ложечке или загадать. Установленная единица. Измерение денег. Которые выражаются определенной массой. Золото, серебра или меди. То есть доллар не денежная единица. А что тогда доллар? Давайте написим. Доллар не денежная единица. Это мера. Серебра или золото. Опять пишут. Опять пишут. Видите? Опять пишут. Денежная единица. Но это не денежная единица. Это денежный знак. Вот давайте напишем. Денежный знак. Денежный знак. Символические деньги. Вот это и есть. Вот это и есть денежный знак. Символы. Понимаете? Неполноценные. Что это такое? Бумажные деньги, банкноты, банковские билеты. То есть это не полноценные деньги. Это не деньги, а знаки. Фиатные деньги. Фиатные деньги. Вот, пожалуйста. Фиатные деньги. Фиатные деньги, так. Символически бумажные, а не обеспеченные деньги. Фиатные деньги. Видите? Символы. То есть символы. Значит, поняли, что доллара нету. Это символ. На того, чего нету. Вообще-то в древности это было там доллар. Это шкура бизона Называли Спинка бизона Это шкурка А рубль называли Золото по моему Килограмм золота За рубль был Рубили его Значит сейчас нет денег А вы считаете 2 Вам говорят Вы получили 5 тысяч долларов Вы радостные 5 тысяч долларов я получил А на деле это 5 тысяч долларов Чему равно Нулю И когда вам говорят допустим Вы получали там допустим Тысячу долларов А вам прибавили 100 долларов То есть вам прибавку дали Как бы Вы тоже радуетесь Вам дали прибавку 10% Так получится то ноль Вот в чем суть то вся Тоже с ватами Тоже с долларами Тоже с Считать надо предметы Реальное считать А ни долларов Ни рублей Нету Здесь тоже Видите просто цифры Вот это нужно понять И тогда я вопросы Не будете задавать То мне вопросы задают Откуда КПД Вот оттуда и КПД Что вы считать не умеете Извините конечно Кое кто умеет Но это 99% точно И вы не виноваты в этом Так вам в школе учили Учили чтоб дурить Учили чтоб дурить Учили чтоб дурить